Захар Прилепин создает партию, чтобы идти с ней на следующих выборах в Госдуму. Защищать родину с оружием в руках – норма. Экспансия – дипломатическая, культурная, политическая, языковая, а в крайних случаях и военная – норма. Такими словами, писатель и яркий апологет русской весны открыл учредительный съезд своей партии «За правду» в минувшие выходные. Партия появится на базе одноименного движения, которое Прилепин основал в октябре прошлого года. Насколько сильной может оказаться новая политическая структура, рассуждает политтехнолог, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Совершенно очевидно, что прекрасный писатель и общественный деятель Захар Прилепин пока не является политиком, тем человеком, которым люди готовы видеть своего политического представителя. Какие перспективы будут у этого объединения, покажет время. Дело в том, что патриотическую нишу, ее достаточно плотно пытаются использовать в политической агитации парламентские партии, партии тяжеловеса, это и КПРФ, и «Единая Россия», и «Справедливая». Поэтому есть предположение, что этот проект сможет повторить успех партии «Родина», но в 2003 году, на момент старта проекта, конечно, количество лидеров, ярких политиков, которые объединились вокруг этого проекта, было значительно больше, и круг выглядел более представительно, чем нынешние участники съезда «Движения за правду». Константин Костин, один из лидеров новой партии, сенатор Александр Бабаков, пока единственный публичный спонсор партии, пишет газет «Коммерсант». Ранее Бабаков состоял в руководящих органах «Родины», поддерживал «Материально справедливую Россию», а 9 лет назад избрался в Госдуму от «Единой России». «За правду» планирует участвовать в региональных выборах в 11 регионах в сентябре этого года. Как заявил Захар Прилепин, корреспондент у «Медузы», Стивен Сигал будет баллотироваться от партии в Госдуму. Впрочем, сам голливудский актер, спецпредставитель МИД России это отрицает. «Это совсем не для меня, я очень рад, что работаю дипломатом», сказал Сигал на учредительном съезде. Шансы партии «За правду» на выборах оценивает доцент кафедры Госуправления Института общественных наук Ранхикс Екатерина Шульман. «Потребность в новизне, потребность в новых каких-то лицах на политической арене так велико, что, в общем, шансы привлечь внимание избирателя есть почти у кого угодно. Просто сама новизна, она уже является в горах избиратель. Распределем, потому что много-много лет он не видел ничего подобного. Поэтому ставлю добрая техника изготовления каких-то партий под выборы, с тем, чтобы они не набрав ни пяти, ни трех процентов, при этом как-то создавали впечатление конкуренции и при этом отбирали голоса у кого-нибудь еще, но она, в общем, еще раз скажу, старая, почтенная и, может быть, повторена и в новом избирательном цикле тоже». Екатерина Шульман две недели назад о создании партии прямой демократии объявил экс-директор по продукту компьютерной игры World of Tanks Вячеслав Макаров. Партия любителей танчиков, как ее уже прозвали, также намерена участвовать в выборах Госдумы. Еще одну партию готовится создать основатель и владелец компании «Фаберрик» Алексей Нечаев. Он также нацелился на выборы разного уровня в единый день голосования 13 сентября, а затем и на выборы в Госдуму. Чем можно объяснить появление целого ряда таких неожиданных партий? Говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Скорее это такая борьба за бюджет. С одной стороны, вот разные группы, которые рассчитывают что-то на этом заработать, поучаствовать в партийной платформе. Ну, возможно, в целом, борьба за то, что финансирование формально-неформально партийных проектов было увеличено, и, соответственно, где нашли бы себе место под солнцем. Такого-то серьезного влияния на текущую повестку, там, да, или на общественное настроение, ни одна из этих партий не вызывает. Ну, и сами лидеры партий узнаваемы, но говорить о том, что они являются потенциальными вождями, мягко говоря, не приходится. Пока это выглядит, прежде всего, как бизнес-проект, хотя до конца непонятно, будут ли в партии вложены какие-то деньги, в том числе со стороны государства или нет. Никаке ожидания такого финансирования, возможно, ошибочные. Какой-то такой активности за рамками предъявления партийных брендов и формального проведения конференций и съездов мы не видим. Михаил Виноградов. В то же время ряд политологов считает, что появление маленьких партий и их участие в выборах позволят косвенно поддержать Единую Россию, оттянув часть протестных голосов.